шостакович когда пописать что-то всякую чушь порвал ну музыка когда баха спрашивает там баха так все равно только ни одного слова какого-то нормального музыки ну что-то там было там пришлите бочку пиво там уже вагнер очень много натрепался про музыку у него то что он про музыку превышает пока по количеству печатных это то что он сочинил это это вопрос вопрос возникает и возникает еще одна вещь которую можно вот закрыть вообще все вопросы все вопросы можно закрыть люди которые не являются профессионалами там вот эти люди которых которые занимаются бы там ну что где-то служит инженеры да ну все остальные кроме вот этих которые там кроме этих слепцов к обзареют этих притом слепцы это это и художники так вот тут есть просто простая вещь есть любители поэзии есть любители живописи есть любители музыки вот на них это все ориентировано любители поэзии любители музыки например я не являюсь любителем живописи у меня художники эти были моими друзьями мне что-то досталось от понимание но я не являюсь ли я знаю что для меня это но я являюсь любителем поэзии хотя я нигде не учился это точно это точно так вот и люди видимо от склонность с чисто родовая какая-то у одного склонность к музыке больше другого будет больше к этому может есть иглу у кого-то где все вместе он является и такой как бы и вот это и на них вот это ориентировано любители музыки и они дальше они расслабиваются еще есть любитель там поп рок там и сталь ну тогда и другое дело и все и все ясно и тут и тут уже вопрос такой если если я там или какой-то классический музыкант что-то делаю это конечно у него он ориентируется основном на любителей классической музыки а если он авангардист то ему нечего ориентироваться на любителей классической музыки ну почти нечего он речится на любителей вот этого жанра а любители этого жанра в основном я я имею ввиду это или философы или же художники или же поэты то есть родственные этому но за пределами этого уже трудно выйти ну я говорю такому явлению вот а классическая музыка в каком-то смысле она имеет шанс имеет шанс выйти за пределы она может иметь шанс иметь и и и рок музыканту и какому-то джазовому и философу и какому-то шоферу она может иметь и хотя вроде бы вроде бы потому что не есть как бы как бы при том что она вроде ученая музыка но мне есть вот эти вот такие вот эти возможности и в тех шедеврах которые она породила из этой учености понимаете и поэтому получается а вот допустим авангард для шофера но это уже шофер будет как как бывает шофером по моему набоков работал в берлине когда когда эмигрировал вот так вот такому шоферу он может и подойдет понимаете так что там это теперь теперь я так допустим рок музыка кстати она она может понравиться ну в своих удачах там мы же когда это битлы были мы в этой квартире слушали у меня была пластинка сержант прислали и мы тут слушали там там много песен таких ну с мелодиями очень запоминающимся и мы это слушали с удовольствием ну под конечно под это все под всякое под всякий коньяк не будем же слушать это это баха под коньяк ну да но дело не просто в том а там то что обнаружили что были помимо помимо то что это вот такая вот культовая это там там чем музыкальные музыкальные это вроде простая музыка но как это на слух ложилась как будто это какой-то эскиз шуберта переделанный на для базы китайской там для для этих голосов подростковых под эти под этот ну в общем так что вот это вот это ощущение что потому что есть если вот эта категория в этой категории еще масса людей которые не являются не любителям музыки не это не это не это но им достается просто ну-ка ну чисто случайно но они не интересуются специально им достается что-то что-то допустим филармония может пойти такой любителя потому что его его девушка она любит филармонию ну как это самое это знаменитый знаменитый зощенко есть это когда-то пирожные помните вот сказать ну вот такая значит значит получается все равно вот такая вот такая вещь меня удивило вот что связано с Жванецким вот как люди как люди любят юмор вот тут получается вот это объединяет всех тут уже и любитель музыки и любитель высокого и низкого и так далее и так далее и профессор и идиот придурок и и философ если если юмор это самое вдруг оказывается что это и я видел этим эти ну я же к этому как бы не имею отношения никогда не посещал но я видел эти миллион гигантские толпы этих людей разнообразного видимо социального происхождения а он читает вот эти свои эти со мной и что я увидел увидел странную вещь чем-то это напоминает рок-концерт но в рок-концерте все превращаются потому что там вот это заводит вот это и все превращаются вот это в голубей таких знаете вот это то есть вот это все все проще а тут а тут при юморе вот нет толпы а при юморе есть лица вот которые перед этим показания какие-то разные вдруг они все сияющие и какие-то живые и вот это вот странно что что оказывается вот юмор это супер симфония такая объединяющие людей вот в то вот вот такая уже меня у меня пока показал что вот что вот ты вот эти концерты жунецкого удачные какие-то на мой взгляд я же не посещал я смотрю но поразительная вещь как как что перед этим показываю где они такие скучные такие какие-то и даже чувство что они друг другу и это самое не то что враждебны без различия тут а тут гигантско кричится счастливых людей понимаете вот это тоже тоже любопытная любопытная есть которая которая как бы отвечает отвечает на вот этот призыв известный который у битховена девятой симфонии шире рода шире обнимитесь миллионы и вдруг я вижу под музыку как-то не не обнимается миллиона вот под юмор посмотрю вот это это и вот этот вот этот юмор это очень вещь важная и кстати вот юмора я совершенно не понимаю музыки когда когда бывает успех такой и видишь потом на аплодилище людей у них у них тоже есть но это то что то что в искусстве известность известно это катарсис сознание ты начал слушать вот такому-то такому но когда ты вошел в это самое ты как бы освободился от этого и на выходе ты получил это и вот это есть и вот это есть есть это а так как от юмора тут а тут от прослушиваешь ты прошел ты высушил тот кто не прошел это он не получит но тот кто куда ли бедно начал он может потом свидетельствовать своим успехом что что с ним что-то произошло и тут получается это знак знак часто бывает и правдивый и ошибочный но правдивый первое ошибочное заключается в том что очень хорошо исполнено дирижер там на эти внешние внешние факторы сыграли роль роль но когда человек вернется к этому он даже не узнает что это просто это как бы переправа на тот берег на берег с это это катарсиса а это лодка переправил она тоже рассыпалась и сгорела но если текст правдивый то переправа есть но ты вернешься к нему и эта лодка не сгорела она опять переправляет и не все шедевры знаменитые симфонии бутхоина там они вот сохранившиеся лодки они переправляют тех людей которые уже неоднократно были на том берег на том вот это все вынуждены объяснять а напоминает анекдот такое что в ресторане человек подходит из там ты сыграйте сыграйте ну клабухом этим просто сыграйте там песню кто там маша там там у самовара а он говорит вы нам напойте мы вам сыграем вот это вот это есть вот это я ситуация баха там моцарта вот на напойте вот на он завод он вот это он ничего не объясняет он сразу сразу вот это то что на напели он сразу и дает вот это